всем добрый день у нас на канале новое видео посвященное выбору участка не спешите выбирать проект разрабатывать планировку начните с того что начните выбирать участок выбор участка это нелегкий путь поэтому нужно изначально определиться где вы хотите жить либо в городе либо за городом если вы решите приобрести участок в городе рассчитывайте на значительную сумму денег от же столкнетесь рядом сложностей в городе обычно участки маленькие а также есть сложности с подключениями сетей но и в то же время экология в городе намного худо 10 мифов при выборе участка первый миф это чем дальше тем лучше не всегда это правильно потому что чем дальше вы выбираете участок за городом тем сложнее с инфраструктурой также стоит учитывать о том что да как бы если вы селитесь участок выбираете именно подальше там будет более живописная природа но также не стоит забывать что природа может надоест а ездить постоянно в город на работу с работы также водить детей на кружки придется каждый день по несколько раз поэтому расстояние имеет значение и лучше выбирать участок как можно ближе к городу 2 миф это чем больше участок тем лучше но на самом деле если вы рассчитываете на большой огромный участок вы считаете что такой участок нужно обязательно будет облагородить а также нужно будет затраты на его содержание я считаю что оптимальный участок для строительства дома от 15 соток если вы рассчитываете на строительство большого дома больше квот пяти пятиста квадратных метров то лучше конечно приобретать участок от 30 или 40 соток но самым оптимальным повторюсь будет 15-20 соток для именно для того чтобы построить дом и также на этом участке вместить все необходимые постройки эти миф это коммуникации многие считают что коммуникации и доски не столь важны но на самом деле это неправда в в этом случае всегда нужно смотреть чтобы к участку либо по улице был проведен газ в газифицирован коттеджном поселке вы сможете даже если там не будет воды пара бурите скважину организуйте септик но отапливается газом намного выгоднее и удобней многие считают что отапливается электричеством принципе сегодня тоже допустимо но стоит учитывать тот факт что некоторые энергосети не выдержат такой нагрузки и в то же время сегодня отапливается электрическом наверно в раза два дороже и нежели чем газом четвертый миф многие считают что дороги сами сделаем но я считаю что это большая ошибка нужно всегда выбирать участок с хорошими подъездными путями потому что основные дороги основные магистрали они делаются со обща со всеми соседями и многие соседи приобретая участок не так активно застраивают и строят дома поэтому сбрасываются на асфальт достаточно затратно и многие переносят этот скажем затраты на саму последнюю очередь ну а если вы уже построили дом и живете то вам придется постоянно ездить по плохим дорогам но в этом случае лучше уже выбрать участок который будет расположен именно с в коттеджном поселке где есть хорошие подъездные пути пятый миф участок в лесу многие бегут из города и хотят купить участок именно чтобы был в лесу но также стоит учитывать факт о том что если вы купите участок в лесу то в зимний период будет достаточно мало освещения да действительно воздух будет чище за счет того что много большое количество деревьев но в то же время будет сложности с тенью в зимний период а также будет постоянная листва и глица и очень часто клиенты жалуются что многие растения у них не растут из-за того чтобы хорошая корневая система больших деревьев и посадить какие-то садовые растения достаточно сложно также стоит учитывать тот фактор что если вы будете находиться вы купите участок в лесу это будут постоянные комары мошки и все остальное живность поэтому я рекомендую выбирать участок не в лесу а возле леса на достаточно оптимальном расстоянии а посадить крупторазмерные растения можно всегда где вы захотите и в любое время шестой миф если участок покупать то только возле воды это мнение большинства людей которые очень сильно устали от городской суеты и на самом-то деле когда мы постоянно проживаем в городе мы сталкиваемся с тем что наш взгляд упирается но только вода дает возможность наслаждаться так скажем красивыми видами и в то же время она успокаивает поэтому многие клиенты кто может позволить выбирают участки возле воды участки возле воды это очень ограниченный ресурс и земля там стоит достаточно дорого а вот поэтому если вы решили купить участок возле воды вы столкнетесь с несколькими трудностями первое это то что будет достаточно высокая стоимость также близко грунтовые воды насекомые комары ветер ну и надоедливые рыбаки или там отдыхающие туристы в летний сезон а в большинстве случаев это будет приятное времяпрепровождение вы можете наслаждаться прогулками вдоль воды также можете организовать собственный пирс и лодку катер и вся инфраструктура водная может быть прямо у вас во дворе седьмой миф соседи не столь важны на самом деле социальное окружение очень важно очень приятно когда вас окружает люди равного круга даже если вы не будете общаться с соседями и поставите большой высокий забор и будете раз в год с ними здороваться то ваши дети в любом случае будут контактировать с соседскими детьми и на самом деле хорошо когда подобрана определенного уровня публика ведь приятно вечером встретиться с соседей с соседом перекинуться с ним пару слов а также какая-то организационная работа по дорогам по инфраструктуре по всему остальному она всегда приятна когда люди одинакового уровня я часто сталкивался с трудностями когда люди покупали участки в каких-то деревнях строили там хорошие полноценные дома а соседи просто вываливали на дорогу камни мусор либо просто какую-то рвали траву и для них это считалось нормой поэтому при выборе участка определитесь и посмотрите какой вокруг вас образовался социум восьмой миф купим участок подешевле но зато больше вложим в дом на самом деле это правило не сильно работает потому что в недвижимости есть три важных правила это локэшн локация локация и еще раз выбирайте участок обязательно в очень хорошем месте потому что построить дом перестроить вы можете всегда и через 10 лет через 15 но поменять место именно локацию очень сложно поэтому всегда уделяете внимание участку лучше переплатить большую за участок который будет со всеми коммуникациями с хорошими подъездными путями с соседями близко городу чем купить участок подальше построить дом и потом мучиться и воевать соседями либо постоянно там собирать деньги на коммуникации поэтому стройте чуть чуть подольше но выбирайте участки хороших девятый миф возле дороги место лучше на самом деле ошибочно считать что возле дороги вы купите участок и у вас будут хорошие подъездные пути в данном случае когда поселок развивается это очень удобно и выгодно но когда весь поселок застроиться вы будете постоянным как я называю сторожем и контролером потому что весь поселок будет ездить через вас поэтому если вы хотите что у вас было тихо и спокойно возле дома выбирайте участки на окраине поселка вот лучше конечно сам окраине и потому что они достаточно тихие выбирайте участки на краю миф номер десять какой участок лучше покупать на косогоре в низине или на равнине часто клиенты выбирают участки в низинах тогда возникают вопросы сыростью подтоплениями все остальные если выбрать участок на косогоре будьте готовы что достаточно нужно будет вложить средств в выравнивание а также в водоотведение потому что большой поток воды может постоянно размывать вам дорогу и вы устанете делать поэтому здесь большие траты будут на участок если выбирать участки то лучше выбирать участки на возвышенности и там будет всегда сухо и не будет лишних комаров и прохлады и и и Продолжение следует...